Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хиван. Я вас приветствую на канале Процветок. В нашем сегодняшнем выпуске я сделаю небольшой дайджест такой ответов на вопросы, которые оказались достаточно популярными на портале процветок.ком. Популярность была оценена по количеству ваших лайков, по количеству вашего внимания. Ну и я так быстренько, насколько позволяет такой формат ютубовских роликов, это все-таки не прямой эфир, ответить на эти вопросы. Итак, первый вопрос. На участке повышенный инфекционный фон. Парша, манилиоз, кладоспориоз, паутинный клещ, мучнистая роса. Какие обработки делать осенью и весной? Когда у вас на участке бушуют инфекции, а также такие трудноискореняемые вредители, то, конечно, нужно сочетание таких жестких мер по борьбе с вот этими проблемными организмами и, безусловно, биологических. Почему сочетание очень важно? Потому что, когда вы применяете жесткие меры, то в этом случае вы уничтожаете все, и хорошее, и плохое. И для того, чтобы вот это место, которое освободилось, когда вы уничтожили все, оно не было занято плохими организмами, вам непременно туда нужно заселить хорошее. Поэтому Парша, манилиоз, кладоспориоз в первую очередь осенью уничтожаются искореняющими обработками на основе железного купороса или на основе медного купороса. Ролики у нас на канале про цветок доступны. Кроме того, вы также можете использовать раствор гипохлорита натрия. Гипохлорит натрия вы найдете в любом средстве с хлором. Хлорные отбеливатели, чистящие средства. На хлорных отбеливателях написано, как их разбавлять с целью дезинфекции. Вы точно так же по инструкции должны их разбавлять. И применять хлорные отбеливатели необходимо, тогда, когда уже начинается потихонечку листопад. Потому что в этом случае большая концентрация, небольшая концентрация этого гипохлорита. Это не так опасно, когда вы сделаете какой-то передоз. Почки, находящиеся в состоянии покоя, не будут никогда повреждены. Если же почки все еще живые, листья все еще живые, то всегда есть риски подгорания из-за того, что хлорное средство содержит значительное количество щелочи в виде соды или едкого натрия. Поэтому, чтобы далеко и глубоко не уходить в эти нюансы, в этом общем дайджесте, я могу сказать так, что возьмите и сделайте мощную искореняющую обработку на основе медного или железного купороса по нашим рецептам в осенний период. Что касается паутиного клеща и мучнистой росы, то здесь необходимо, пока температура еще не упала ниже 10 градусов тепла, в обязательном порядке сад, вот те места, где мучнистой росы много и клеща, обязательно обработать препаратом по эвкалерос, либо при температуре выше 16 градусов сделать обработку препаратами на основе коллоидной серы, ну например препаратом теовид-джет. Это будет прекрасный способ профилактики паутиного клеща и на будущий сезон, и в весенний период на текущий сезон. Почему это важно? Потому что сейчас клещи, вот эти все, они уходят в зимовку, почковые клещи тоже, и паутинный клещ уходит, уходит, уходит в почву, где-то забиваются в какие-то щели, почковые, соответственно, под чешуи в почки уходят, и поэтому обязательно надо проработать ваш сад препаратами серы. Надо помнить, что препараты серы несовместимы с купоросами, поэтому сейчас осень, если вы выбираете там какую-то каскад обработок, то вам сперва нужно обработать препаратами серы, подождать недельку хотя бы, а после, ну самый лучший препарат это ПФК, Лерос или ПСК, а после этого через неделю уже обработать препаратами медного купороса или железного купороса. Не переживайте, если после серной обработки вы обрабатываете железным купоросом, и ваши ветви чернеют. Это не страшно, это просто означает, что осталась сера на веточках, она там проработала хорошо, и у вас образуется сульфид серы, который черного цвета. Это ничего страшного, абсолютно никакого вреда вашим растениям не нанесет. Не переживайте. И, как я уже сказал, обязательно после любой обработки, весной, осенью, вне зависимости от температуры, вам обязательно, обязательно, обязательно нужно провести обработку препаратами. Ну, в осенний период я больше склоняюсь к обработке триходермой, а в весенний период я больше склоняюсь к обработке сенной палочкой. Необходимо заселить вот эту туда конкурентную микрофлору. Но вы в качестве конкурентной микрофлоры можете также взять остатки зеленого удобрения, по осени обработайте, еще через неделю после всех вот этих купоросных там и так далее обработок, обработайте еще раз конкурентной микрофлорой. Но если вы этого не сделаете осенью, то обязательно после всех весенних вот этих обработок серой, то обязательно тоже сделайте обработку сенной палочкой. Ну, и если нет сенной палочки, значит, триходерма, если нет ни того, ни другого, возьмите хотя бы зеленое удобрение. Если нет остатков зеленого удобрения, ну, уже можно сделать из весенней зелени, то обязательно возьмите и сделайте обработку с помощью хотя бы дрожжей, самых элементарных дрожжей. 100 грамм на 10 литров воды и обработайте, и все. И если вы будете из года в год делать вот эту по осени и весной обработки такие, по осени искореняющие купоросом, до этого предшествует обработка ПФК Лерос, и после купороса еще через неделю конкурентная микрофлора, либо конкурентную микрофлору относите на весну, а весной обязательно сделайте обработку с помощью ПФК Лерос, и через неделю заселите конкурентную микрофлору, то ваш сад постепенно за 2-3 года, так сказать, освободится от этих инфекций. Это в полной мере касается и плодовых деревьев, и кустарников, и роз, и многих-многих других растений, которые страдают от этих проблем. Мучнистая роса и паутинный клещ. Как, скажите, спастись от этой напасти? Просто сос. Сера, вот то, что я все сейчас рассказал про ПФК Лерос и про конкурентную микрофлору, все это, вот это все очень-очень даже актуально. Как спастись от крестоцветной обложки? Одолела клубнику совместно. Нет, крестоцветная обложка не будет повреждать садовую землянику, клубнику, никогда, ни при каких обстоятельствах она повреждать ее не будет. Там что-то эту клубнику ест отдельно, что-то другое ест эту клубнику. Надо посмотреть, скорее всего, что это листоеды. Против всех листоедов, пожалуйста, используйте препарат битоксибацелин. Обрабатывайте еженедельно ваши посадки земляники, обрабатывайте в течение всего сезона с весны до осени, можете наращивать этот битоксибацелин самостоятельно, как мы показывали на роликах на канале про цветок, и все у вас будет замечательно. Как бороться с ржавчиной на грушах? На ржавчинах, в первую очередь, как мы говорили неоднократно в наших роликах, надо бороться не на грушах, а бороться надо на можжевельниках. Можжевельники необходимо обрабатывать от ржавчины, начиная с и летом, и осенью, и весной препаратами, которые активны против ржавчины. Ну, конечно, параллельно стоит обрабатывать и груши тоже. Но препараты надо взять такие, это и скор, и раёк, и, в общем, целый комплекс различных фунгицидных препаратов. Посмотрите, у нас есть выпуски на канале относительно того перечня препаратов, которые активны в отношении ржавчины, грибов. Но надо помнить, что можжевельник казацкий, но не можжевельник средний, не можжевельник чешуйчатый, не можжевельник скальный, а именно можжевельник казацкий, и ещё можжевельник виргинский, который гораздо менее распространён, но всё-таки тоже, они являются распространителями этой самой ржавчины. Но, к сожалению, уничтожить можжевельник на своём участке не является выходом, потому что ржавчина крутится по, так сказать, в воздухе, на радиусе двух километров вокруг вашей груши. Если где-то есть эта зараза, то она к вам прилетит, к сожалению. Какие, пожалуйста, расскажите, мероприятия нужно провести, чтобы заметно увеличить количество гумуса в почве? Плодородный слой на нашем участке очень тонкий. Гумус – это разложение органических веществ. Для того, чтобы гумуса было побольше, необходимо вносить в почву как можно больше, как можно больше растительных остатков, а также, ну, то, что называется отходы животноводства, ну, то есть навоза. Есть момент, когда вы вносите растительные остатки в виде компоста, в виде там, ну, просто запахиваете остатки растительные, солому вносите и так далее. Всегда есть такая проблема, как с этими растительными остатками можно развести. Фузариоз, серую гниль, белую гниль, всевозможные, всевозможные грибковые инфекции, которые также будут прекрасно существовать на этих растительных остатках и благоденствовать и потом перекидываться на ваши растения, которые вы выращиваете у себя в огороде. Поэтому, для того, чтобы ваш гумус был такой безопасный, вам необходимо в обязательном порядке, вот как только вы любые растительные остатки внесли, опилки, солому, сено, растительные остатки из огорода, посечь там огурцы, томаты, там еще что-то, капусту остатки, там что угодно, да, запахивать какие-то сидораты, обязательно надо, сидораты являются прекрасным способом увеличения гумированности почвы. Вот любые растительные остатки, вы должны помнить, что вы должны обязательно вносить вместе с этими растительными остатками триходерму. Абсолютно новый препарат, не очень хотел про него говорить, но раз уж тема зашла, расскажу вам. Я только его взял вот в испытание. Абсолютно новый препарат. Вот смотрите, какая триходерма. Триходерма на минеральных крупках, которые обогащены кучей микроэлементов. Называется «Друг садовода и огородника». Субстрат для повышения плодородия почвы, в том числе для увеличения гумуса в почве, который содержит целый комплекс триходермы. Вот я высеял, вот видите, здесь крупочки, вот эти минеральные крупочки на агаре. И посмотрите, здесь кроме триходермы вообще ничего нету. Это такой гиперконцентрат триходермы, что мне, например, даже было бы его обидно использовать непосредственно по чайной ложечке в лунку или столовую ложку на квадратный метр. Я бы его использовал в качестве закваски для выращивания триходермы. Вы должны помнить, что триходерма – это грипп номер один для увеличения плодородия почвы, потому что он ассоциирован с разложением растительных остатков и уничтожением инфекции, которая может быть на этих растительных остатках. Это залог плодородия вашей почвы обязательно. Ну и, конечно, сидораты, сидораты, сидораты. Это очень обязательно. Расскажите еще про землю для рассады. Под какими деревьями еще копать? У нас тех трех волшебных деревьев нет, о которых мы говорили в нашем ролике. Есть дубы, сосны и степь. Это же лучше, чем огородная земля. Конечно, дубы всегда ассоциированы с большим количеством микоризных грибов. Всегда хорошо мобилизованы фосфаты под дубами тоже. Но если в вашей зоне растет облепиха, то обязательно берите землю также из-под облепихи. Облепихи. Сосны, ну там такой жесткий, жесткие растительные остатки, подкисленные, не очень хорошо. А вот дубы вполне адекватные. Земля под дубами формируется. Ну и под облепихой. В степи обычно облепиху выращивают. В теплице бушует кладоспариоз светофторозом. Чем обработать беспощадно землю и саму теплицу хочется прям в виде плана обработки весной и осенью. Посмотрите, первый вопрос, на который я отвечал. Но сделайте препаратом выбора все-таки гипохлорид. Если на вашей бутылке написано, что гипохлорида меньше 30%, используйте неразбавленные средства с хлоркой, с белизной. Если больше чем 30% написано, гипохлорид, да, больше 30 и более процентов, значит разбавите в два раза и обрабатывайте вашу теплицу этим раствором. Мы эту рекомендацию давали у нас на канале. После этого через неделю и почву обработать. Ну можно над уксусной кислотой, можно там резвым купоросом почву обработать. Все по нашим рекомендациям. Но если вам лень возиться, обработайте этим раствором гипохлорида, в том числе и почву в теплице, раз у вас такой сильный инфекционный фон. После этого через неделю по стенкам теплицы и в почву внесите, пожалуйста, триходерму. Ну добудьте, ну добудьте себе хоть сколько-нибудь этой триходермы и разводите ее дома на всю оставшуюся жизнь. Вам ее хватит, во, еще и соседями поделиться. Не отказывайте себе в этом удовольствии. На трудовиках, собранных весной, триходермы почти не было. Но есть на них розовый налет. Что это может быть? У меня была точно такая же ситуация. Розовый налет на трудовиках. Сняв этот розовый налет, я обнаружил, что это не что иное, как бактерии, которые, ну прокариоты, которые называются актиномицеты. Я не могу, конечно, сказать, что это за вид актиномицетов, но могу сказать, что у них тоже, ну я на своих обнаружил, достаточно сильное противогрибковое действие. Ну, конечно, я, ну, это нельзя сказать, что ваши будут точно такими же. Но никакой опасности для растений эти актиномицеты не представляют с трудовиков и даже могут приносить подобного рота пользу. Поэтому тоже можете их смыть, 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 обмыть и вполне можете использовать для пролива почвы. Беды от них точно не будет. Как бороться со слизнями, Адалерия? Эта проблема вообще бесконечная с этими слизнями. Да, мы их уже и яблочным соком бродившим поили, и на пиво ловили, и разбрасывали там различные субстраты, вроде суперфосфата, для того, чтобы, значит, им было некомфортно. Люди и скорлупу трут, чтобы им было неприятно ползать. И делают приманки, там кладут доски какие-то, можно положить кусок линолеума, они туда заползают, и их там можно оттуда поснимать, собирать. Да, слизни, это действительно является проблемой. И, как показывает практика, у каждого на участке какой-то способ работает. У кого-то категорически не работает суперфосфат, у кого-то категорически не работает пиво, у кого-то там еще что-то, другие способы не работают. Посмотрите, пожалуйста, дайджест рекомендаций наших относительно слизней, и выберите какой-то способ, который будет подходить именно вам. Могу сказать, что те же клопы-солдатики являются прекрасными истребителями этих самых слизней. Да, они на них охотятся, особенно на маленьких слизней, просто выпивают из них содержимое этих слизней. Поэтому здесь надо найти свой способ, который будет работать именно у вас на участке. Как бы универсальных способов нет. Ну, конечно, можно использовать какие-то слизнееды, химически синтезированные препараты, но я не сторонник, я все-таки предпочитаю какие-то более щадящие методы. Только ни в коем случае не сыпьте соду или соль поваренную, потому что не столько убьете слизней, сколько отравите весь свой участок. При уборке картофеля один сорт обнаружился мягким, как будто полежал до весны уже. На поверхности видны небольшие пятнышки, похожие на паршу. Что случилось и что сделать с таким картофелем? Ну, конечно, надо видеть, что там за пятнышки. Вполне может быть, что это и какая-то парша, но это может быть различные мокрые гнили, там, резектонезы. Бог знает, что еще. Лучше всего отберите любой картофель, который вызывает у вас сомнения, отберите, отбракуйте, потому что после уборки переборка картофеля является первым таким важным этапом для подготовки картофеля к хранению. Вторым является лечебный период, когда рамки там всякие затягиваются, ну и дальше закладка на хранение с обработкой или без обработки сенной палочкой. Это уж как вам понравится. Но в любом случае надо убрать этот картофель, скорее всего, что это инфекция. Хотя размягчение клубни надо разрезать, посмотреть, что там. Иногда бывает такая железистая пятнистость, такие ржавые пятна внутри, которые не являются инфекцией, являются свидетельством неблагоприятных факторов при выращивании картофеля, но при нем клубни не делаются мягкими. То есть, на самом деле проблем может быть много. Просто отберите и съешьте, если оно пригодно к пище, или же просто выбросьте и все. Триходерма при плюс 33 погибает. Ну, не могу сказать, что при плюс 33 она погибает, она просто перестает нормально развиваться, как и большинство микроорганизмов. Значит, ну, многие микроорганизмы. Есть термофильные, которые при 37 только начинают, а есть, которые при 60 только начинают развиваться. Ну, большинство, с которым мы сталкиваемся, 33 уже так хило себя чувствуют. Значит, летом, когда у нас 35-40, нет смысла ее вносить каждую неделю. Лучше осенью-весной, а летом синой-палочкой. А метаризин при каких температурах живет? Ну, давайте здесь разберемся. Вот когда у вас температура плюс 40, вот какая у вас температура? 36,6. Вот та же самая история случается и с триходермой. Попадая на поверхность листьев, листья не нагреваются до 100 градусов. Мы потеем, а листья через устица тоже потеют и тоже охлаждаются. Поэтому на поверхности листа, какую бы жару вы до листика не дотронулись, всегда он будет прохладный. Это потому, что он регулирует тоже свою температуру, особенно при том, если влаги достаточно. Поэтому триходерма будет работать. Что касается поверхности почвы, да, почва бывает нагревается так, что на нее ступить невозможно. Но на глубине уже там 5-7 сантиметров она прохладная. Поэтому там тоже все прекрасно работает. Соответственно, вы можете триходерму использовать абсолютно вот все с весны до осени в любое время. Ну, триходерма также не очень хорошо себя чувствует при температурах ниже 10 градусов, 12-10 градусов уже она начинает плохо расти. Но не важно, вы носить ее все равно должны по стенкам теплицы, когда холодно, напочвенно, когда холодно. Не важно, как только станет тепло, она тут же начнет работать. Потому, что в этот же самый момент, когда стало тепло, начнут работать и патогены. Поэтому они должны начать работать одновременно. И нельзя давать патогенам фору во времени, да, что вот это, ну, вроде уже тепло, можно обработать. Уже патогены там выросли и захватили все свободные ниши. Надо заселить заранее. Она в виде спор отлично будет сохраняться и в течение зимы, и там все время. Поэтому вносить ее нужно все время, все время, все время. Метаризин живет примерно при тех же температурах, что и триходерма. А он довольно-таки теплолюбив. Для ускорения, ну, живет. Живет это одно, а работает несколько другое. Поэтому там температуры 22-27 градусов являются хорошим коридором для жизнедеятельности и триходермы, и метаризиума. Но надо помнить, ну, почвенные, они там при более низких температурах тоже живут. Они приспособлены, потому что на глубине там даже 15 сантиметров, где все прекрасно, эти грибы растут, там уже всегда холодно. Понимаете, они достаточно приспособлены при этой температуре выполнять свои функции. А если уже вы выращивать хотите, выращиваем мы при оптимальных температурах, когда оно растет быстрее всего, в этом суть выращивания. Мы создаем искусственные ей условия для роста. Ну, тогда коридор 22-27 является оптимальным. Но не знаю, что при 33 она погибла, и при плюс 10 она не погибла, она замерла. Для ускорения созревания сладкого перца подойдет ли способ, как с томатами и с крепкой стволе? В полной мере все подойдет. Все способы, которые описаны у нас на канале для томата, в полной мере подойдут и для перца. Что ж, не забывайте о качественных препаратах Триходерма. Это абсолютнейшая новинка на рынке, на рынке биопрепаратов. Абсолютно, можно сказать, единственный работающий препарат. Тут, понимаете, в половине чайной ложечки этого препарата количество Триходерма, наверное, как в 10 упаковках глиоклодин. Поэтому пользуйтесь, кто знает, тот понимает. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин